Водолей, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на сентябрь месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конце месяца. В конце расклада я возьму карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас это девятка кубка. Девятка кубка это ваше изобилие, это ваша стабильность. Самое главное, обращайте внимание, не старайтесь никому ничего рассказывать. То, что у вас получается или в отношении, или самого себя как человека, или на работу здесь не стоит. Здесь как предупреждение для вас, мои дорогие, не хвастаться каким-то вашим успехам, каких-то ваших достижений, каких-то ваших получений, которые вы хотели и у вас этого получается. Потому что, если вы будете себя показывать, да, с этими достижениями высокомерно, в свое время вы можете сами, да, падать из-за того, что вы высоко. Знаете, как говорится, не нужно поднять высоко нос, потому что из-за этого вы можете сами, да, страдать. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Карта сила. А знаете почему? Высшие силы наблюдают мужчина и женщина. Если у вас все в изобилии, в стабильности, то, что у вас все хорошо получается, и в отношении, и в работе, самое главное, сохраняйте для себя. Потому что за вами наблюдают высшие силы. За вами они присматриваются, как вы себя будете вести. Даже если они дали вам возможности, чтобы у вас все было, вот как говорим, в полосах белое, да, они все-таки смотрят, как вы себя ведете. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта. Четверка мечей. А знаете, почему у вас наблюдение, да, и то, что у вас это изобилие? Из-за того, что у вас как будто идут исцеления, восстановления вашего, знаете, как человека, как энергия. Так можно быть даже, вот, знаете, в начале месяца вы захотите брать какое-то время, даже, может быть, сказать людям, да, близкие, что вы хотите побыть сам с собой наедине. Это было бы очень хорошо. Это было бы правильное решение, если у вас будет вот такие мысли, да, для того, чтобы вы исцелялись или восстанавливали себя. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца для вас. Двойка жезлов. А почему идет исцеление? Исцеление идет после какой-то привязки, после какой-то одержимости. Знаете, у вас какая-то показывает ситуация, что вы как бы были прикованы к каким-то обстоятелям, к каким-то ситуациям, для вас было что-то вот тяжело. Но смотрите, здесь двойка жезлов может показать, что у вас будет желание от чего-то уходить на середине месяца, но почему-то показываете, вы не сможете это сделать. Даже если это касается рабочих моментов или каких-то других, каких-то вот в отношении, может быть, у вас будет такое желание уйти, побыть сам с собой наедине, но вам не дадут возможности это. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца Королева Мечей. Королева Мечей поставить точки над ей, расчистить свой путь, понять, с кем вы общаете, кому вы доверяете, кому что рассказываете. Здесь просто вам дается быть не эмоциональной, да, не быть, знаете, те люди, которые жалеют кого-то, а быть более хладнокровно, более понятливой, да, что вы хотите в жизни. И просто освобождаться от этой какой-то ситуации. Мужчина и женщина, который проходит, хочу еще сказать, проходит какая-то чистка, какое-то исцеление. Может быть, были обращения к мастеру, да, через высших силы. Хочу сказать, что у вас идет от этого исцеление, от вас идет избавление. И это может быть через какой-то женщину. Давайте посмотрим следующая карта Колесо Фортуны. А Фортуна на вашей стороне. Новые возможности в вашей жизни идут. Может, это касается для некоторых поездок, какая-то дорога может быть по Фортуне, может быть то, что вам предстоит сделать какую-то дорогу. Но в основном эта карта показывает, что у вас идут какие-то новые, какие-то возможности, успех, удача и даже поставлены каких-то целей. Да, может у вас идет вот на середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца для вас. Карта Десятка Кубков. Знаете, всегда после радуги выходит, после дождя выходит радуга. Всегда после каких-то перемен, да, в худшую сторону, все-таки приходит в лучшую сторону. Самое главное не расстраиваться. Самое главное здесь, знаете, быть в ресурсах, брать от высших силы, от судьбы то, что они вам дают, а то, что они вам дают понятие, да, вообще, что или кто должен быть рядом с вами. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта, карта мира. Карта, знаете, сохранения своих позиций, сохранения своих целей, мечты, сохранения даже внутреннего ваше состояние. Вот это вы должны понимать, что вы в конце месяца не должны разрушать себя. Вы должны поставить себе цели, то, что есть на сегодняшний день, вы сохранять. То, что есть на сентябрь месяц, ничего не разрушайте, не обрубайте или как-то вот уйти. Просто сохраняйте и не спешите ничего делать. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, карта правосудия. Вообще-то, хочу сказать, смотрите, у вас идут и карта силы, очень такие, карта, ну, мира, идут как-то такие старшие арканы. Вообще-то, в принципе, для вас это какой-то кармический урок, какая-то карма, да, которую вы проходите, какую-то трансформацию. Здесь самое главное по справедливости быть справедливым по отношению к вам и по отношению к другим людям. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на YouTube-канале. И для того, чтобы не пропускать новое видео, подписываемся на экране.